друзья всем привет и сегодня пришло время к нашему второму небольшому гайду на 35 минут и он будет посвящен ресурсам усаживайтесь поудобнее и смотрим ну что ж давайте зайдем сначала в город и попробуем понять зачем они вообще нужны и где их вообще доставать начну нужны они везде да вот принять много где это сейчас вот я нажал вот эту вот штучку да зря это сделал как раз хотел показать допустим мы восстанавливаем наши войска нас идет затрата ресурсов мы запускаем производство войск нам нужны ресурсы да вот мы смотрим тут 21 миллиона 2 и 1 миллиона дерева ноль камня 6 и 2 миллиона железа вот и так далее и тому подобное везде 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 нам нужны ресурсы 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 ресурсов особенно много ресурсов надо когда мы поднимаем apm какие-то строения да вот допустим Стена 27 уровня, занимает 72, 73, 70 ресурсов, миллионов, 55 миллионов зерна. Итак, где же мы их будем доставать? Давайте пойдем от самого маленького до самого, скажем так, распространенного. Первый, самый маленький, как только мы заходим, вот то, что я показывал в первом видео, есть шанс какой-то во время патруля, да, когда вы будете делать патруль, у вас дается 3 бесплатных вращения в день, вот, что-то можно заработать. Но это настолько мало тот ресурсов падает, что этим можно пренебречь. Ну, то есть, второй способ тоже, ну, как бы капает ресурсы, это когда мы заходим и востребуем подарок сервера, да. Вот сейчас мне выпало 50 гемов, но на самом деле тут много всяких вещей падает. Вот, третий способ, это зайти в таверну и прокрутить колесо фортуны. В начале каждого дня нам дается 100 фишек, и мы их можем прокрутить, и в том числе выпадает какое-то количество ресурсов. Ну, это все те вещи, на которые даже обращать внимание не стоит, потому что они очень, скажем так, мало дают ресурсов, собственно, да, собственно, ресурсов они дают очень мало, поэтому мы ими пренебрежем. Еще есть один достаточно интересный способ, это вот мы заходим на черный рынок, тоже очень рекомендую его посещать, и, ну, вот тут такой вот небольшой гешефтик, да, допустим, за 40 тысяч дерева мы можем взять 50 тысяч рудей, да, подтвердить. То есть мы обмениваем чуть-чуть меньше на чуть больше. Это, в принципе, прикольно. Уверены, что хотите купить фишек, да. Ну, собственно говоря, тут иногда попадаются достаточно выгодные предложения, поэтому очень рекомендую заходить, причем тоже у нас есть несколько, вот в начале каждого рестарта сервера, у нас есть несколько мгновенных обновлений, и, ну, собственно говоря, очень полезно зайти посмотреть. Так, с этим вроде бы разобрались. Следующая вещь, на которую уже стоит обратить внимание, это уже как бы такая, если, ну, не могу сказать, что это основная статья, да, добычи наших ресурсов, но такое уже достаточно важное подспорье. Это ресурсные точки, которые находятся в предгороде. Вот здесь. Тут у нас есть места, где мы можем построить несколько видов каких-то построек. Мы можем построить ферму, мы можем построить лесопилку, мы можем построить шахту, да, перевод такой вот немножко корявый, ну, собственно говоря, железо льется в шахте, и каменоломня, тут добывается камень. То есть, тут, ну, могу сказать так, надо, конечно, немножко поиграть. В самом начале вы не угадаете, что вам нужно. И еще армейский лагерь. Вот, ну, когда втянетесь, в принципе, любую постройку можно отменить. Сейчас мы попробуем. Вот, можно... Можно ее убрать, да, где-то... Да, вот снести. Вот, и, собственно говоря, построить другой тип постройки. Но, так как это все занимает время и ресурсы, рекомендую подходить к этому осторожно. Можете вообще понесколько сначала немного построить всяких точек, и потом достраивать по мере надобности, по мере того, как вы будете понимать, что вам больше всего понадобится. Также есть еще армейский лагерь, да. Почему у меня армейских лагерей много? Ну, я просто играл в другие игры подобные, и, как бы, стараюсь соблюдать баланс. Потому что армейский лагерь, допустим, он позволяет... Каждый армейский лагерь добавляет обучение, и также влияет на скорость обучения. Тоже можно снести, можно посмотреть подробнее. Вот, тут показывается, сколько чего выстраивается вот здесь. Вот. Значит, хочу обратить внимание. Вот, когда у нас накопилось какое-то количество ресурсов, которые мы можем собрать, можно вот либо вот так вот собирать вручную, либо же пойти и сразу на склад. Только раз, и оно все, как бы, собирается на склад. И вот тут вот мы видим, да, что это зерно, буду называть его дальше, кроп, дерево, камень, руда. Ну, стандартная для всех стратегия, и, как бы, тут никаких отличий особых нет. Ну, и еще есть голда или золото, но о золоте мы как-нибудь поговорим потом. Итак, когда мы построили, допустим, шахту, ну, вот, посмотрим, то у нас есть базовый выпуск в час, и есть вот плюс зелененький, который растет и зависит от кучи факторов. Вот, например, зависит от того, что мы оденем на нашего монарха. И вот, в частности, мы можем увеличить либо производство, вот тут вот верхний ряд, ну, соответственно, еды, древесины, камня, руды, или же мы можем поставить на сбор, на скорость сбора. Что это такое, расскажу чуть-чуть позже. Итак, это первая штука. И вторая, это наша наука. Вот сейчас у меня тут качается улучшенный призыв. Долго будет качаться. Но вот здесь в первом разделе у нас есть там, соответственно, пастбище, там топор, лесоруба. И дальше вот все в первом разделе, оно посвящено строительству, науке и добыче. Вот, поэтому, то есть, чем выше у нас вот эти вот все штуки, вот тут внимательно почитаете. Допустим, там сельское хозяйство, да, увеличивает почасовое производство ферм, плюс проценты, 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 там, только древесины, дерево и так далее, и так далее, и так далее. Рекомендую не пренебрегать вот этими вот предградием. Очень рекомендую. Ну, то есть, это далеко не основная вещь, которая будет насыщать ваши закрома ресурсами, но это уже та вещь, на которую не стоит, то ею не стоит пренебрегать. Вот. Ну, у меня тут стоит, по-моему, по 4 лесопилки, 4 каменоломни, 4 шахты и что-то под десяток ферм, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, скажем, скажем так, я бы, конечно, добавил сюда еще железо. Вот. Наименее у меня расходуется камень, но, ребят, все будет зависеть от того, какой тип игры вы исповедуете. Следующая штука, которая добавляет нам ресурсов, это мы попробуем посмотреть нашу почту. Отчеты входящие, объявления. Так. Извините, тут оно достаточно запущено, если играете. Система. Вот. Вы получили подарок Альянса. Подарок Альянса. В зависимости, и когда ваши ребята убивают кого-то, ваши соальянсники, то вы получаете так называемый подарок. Ну, я просто чищу периодически. Поэтому, вот. Допустим, средний пакет главы Альянса. Вот, например, в среднем, там, и в малом пакете главы Альянса также находятся ресурсы. Вот. Сейчас, извините, хотел быстренько, вот, в предметы заходим. Вот так вот, допустим, выглядит маленький пакет главы Альянса. Откроем его. 11 штук. Бумс! Тут выпадает, да, тут древесина, там, ящик еды, ускорение и так далее. Значит, очень важно. Вот, просто, вот, подчеркиваю, очень важно. Все то, что у вас есть в ящиках, оно у вас всегда хранится. И не надо его без нужды доставать. Почему? Потому что все то, что у вас здесь есть, это не может быть ограблено. Вас нельзя на это ограбить, украсть и так далее. Вот. То есть, когда вам что-то понадобится, вы зашли и использовали столько, сколько вам нужно. Не более того, и не менее. Причем, то, как ограничен склад, как могут, какое количество ресурсов у вас могут украсть, я этого касался примерно в первом нашем видео. Ну, вот, давайте зайдем в сведения, да. И тут мы смотрим. Еда защищена. То есть, 4,4 плюс 2,3 это 6,7. То есть, 6,7 миллиона не могут украсть. Вот. Все остальное, если вдруг на меня нападут, вот все, что выше 6,7 миллиона, у меня просто могут украсть. Вот. Еда защищена от траты на содержание войск. Ну, тут я раскачал тоже наукой. У меня сейчас 7,1. Вот. Все, что выше 7,1, мои солдаты просто будут благополучно прожирать. Вот. Оно мне надо? Нет. Оно вам надо? Нет. Поэтому держим необходимый минимум и активируем столько, сколько нужно. Это то, что касается зерна. Поехали дальше. Следующий тип добычи, тоже не основной, но тоже как бы является подспорьем. Это вот такие вот ящики. За убийство некоторых типов зверей, я бы так сказал, да. Это гаруды, это фенриры, там, и некоторые другие у нас выпадают вот такие вот ящики. И их можно собирать, вот востребовать. Сейчас мы сходим, востребуем его. Они ограничены по количеству, они ограничены по времени. Вот. Очень не рекомендую воровать у чужих альянсов. За это могут наказать. Вот, допустим, у меня почта приходит извещение, что я там востребовал. Так, не то. Событие, сокровище востребовано. Поздравляю, вы востребовали сокровище, да. Я получил 4 ящика древесины по 10 тысяч каждого. Вот. Ну вот, кстати, соответственно, вы получили подарок альянса. Игрок убил монстра Монтикору. И вы получили средний пакет главы альянса. Чудесно. Вот. Еще одна причина, вот, кстати, находиться в большом альянсе, это именно то, что, когда вы там находитесь, вам постоянно будут капать вот такие вот подарки. Вам будут капать, капать, капать подарки. И, соответственно, говоря, вот, чем круче альянс, чем активнее он, тем будете больше получать, как бы, плюшек. Вот. С этим вроде бы так же разобрались. Поехали дальше. Есть еще очень много квестов, за выполнение которых также мы получаем разные вещи, в том числе и ресурсы. Так. Вот. Квест, да, там, побочные квесты, основные квесты. Их тут просто, просто какое-то невероятное количество. И ресурсы сыпятся просто вот как из рога изобилия. Вот. Ну, не обольщайтесь. Все равно нужно больше. Все равно нужно больше, больше, больше. Да, еще есть такая вот интересная штука. Это когда у нас находятся пленники. Сейчас, к сожалению, не покажу. И вот мы тоже можем их вот заставить работать. Ну, соответственно, мы их превращаем в ресурсы. Вот. Также обязательно заходите в таверну. Тут есть вот такая вот штука, которая называется действие. И за вот это вот действие мы также их востребуем. Вот. И также тут, ну, это такие вот мини-квесты, да, там, ежедневные всевозможные всякие вещи надо выполнять. И тоже за них мы получаем какие-то вот вещи, да. Показано, что я уже востребовал. Я пишу уже поздно вечером, поэтому у меня тут уже все активировано. Так. С этим вроде бы разобрались. Ну, конечно же, очень большая доля всего – это донат, да. Как только мы заходим, вот сейчас у нас пасхальное предложение. Тут нам предлагают купить, 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 купить. Тут 10 суперсундук ресурсов. Это значит 10 миллионов, все 4 вида ресурсов по миллиону 10 сундуков. То есть, ну, жирно, но, скажем так, если у вас есть деньги, понятно, что вы можете покупать. Вот. Но мы сейчас говорим не о покупках, мы говорим о том, о каких-то лайфхаках. Вот. Кроме этого, сейчас вот давайте заглянем, что у нас здесь. Вот. Тоже еще один квест. Так. Каждая секунда на счету. Используйте в общей сложности 7200 минут ускорений для обучения. Вас требует. Ну, вот сейчас мне не упали ресурсы, но, тем не менее, вот такого вот плана у нас очень много квестов. Ну, с этим, надеюсь, понятно. Так. С донатом разобрались. И теперь переходим к самому, скажем так, ну, не то что интересному, но важному и полезному. Тут карантин бегает. Тут всех интересно сейчас раним. Куда побежал? Куда, 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 куда. А, мантикоров. Понятно, понятно. Ну, окей. Итак. Очень важная штука, которая называется сбор ресурсов. Сбор ресурсов. Есть два вида. Первый. Это мы сидим в реликвии. Сейчас, если быстренько найду ее, какую-нибудь реликвию, вот, то мы достаем из реликвии. Ну, наверное, сейчас очень быстро не найду. Давайте сейчас попробуем. Ладно, не буду даже пробовать. То есть, есть такая штука, которая называется реликвия. Вы ее ни с чем не спутаете. Наводим на нее. Там так и пишется реликвия. Вот. И что происходит, если мы там находимся, есть, чем дольше мы находимся, тем больше шанс найти какие-то ресурсы самые разные. Причем, чем большими войсками мы туда заходим, чем больше мы там находимся, тем жирнее всего, да. Там, там, в различные предометы выпадают, свитки там, в том числе ресурсы. Вот. И так называемые плитки, да, вот, ресурсные плитки. Что это такое? Это вот шахты, это вот лесопилки, это каменоломни, вот, и это вот фермы, находясь в которых мы получаем возможность заработать те или иные ресурсы. Вот. Ну, как это выглядит? Вот сейчас у меня, сейчас добывают, добывается дерево и добывается зерно. Вот. Ну, это те два ресурса, которые мне сейчас вот нужны, да. Вот немножко я провисаю по ним. Вот. Так. То есть, мы собираем войска. Ну, давайте так вот. Сейчас просто покажу, что я буду делать. Итак. Я сейчас буду, в основном, заниматься сбором дерева, да. Почему? Потому что мне надо строить лучников. Вот. Лучники требуют больше всего дерева. Вот. Идем сейчас посмотрим. Извините, тут немножко разжевываю, но буду надеяться, что не закидаете тряпками. Ну, вот, допустим, для того, чтобы собрать почти три тысячи лучников, да, вот, мушкетеры, мне надо семь с половиной, практически семь с половиной миллионов дерева, да. Две с половиной миллиона камня, два с половиной миллиона дерева, да. То есть, видно, какой ресурс больше проходит. Значит, я сторонник того, что надо комплексно собирать один какой-то ресурс. То есть, допустим, полдня я собираю там, допустим, дерево, полдня я собираю железо, полдня я собираю камень. Почему я так делаю? Ну, я считаю, что это наиболее эффективное распределение. Я иду в монарха. Я цепляю ему соответственный кристалл, который добавляет скорость сбора древесины. Ну, вот, четвертого уровня кристалл добавляет 20% скорости сбора древесины. Ну, от базовой. Есть некая базовая величина, да, вот, допустим, есть скорость сбора камня. 20, вот, пятый уровень у меня 26%, это золотой кристалл. Но мне сейчас нужна древесина. Вот, кстати, сейчас проверим, могу ли я собрать. Нет, не могу, пока у меня очень-очень мало запчастей, да. Три кристалла первого уровня дают кристалл второго, три второго дают кристалл третьего, три третьего дают кристалл четвертого. Ну, и так далее, и так далее. Вот, то есть я поставил кристалл дерева, и сейчас я максимально расталкиваю на точки. Так как у меня сейчас время достаточно позднее, и спать я там буду, например, часов 7. Вот, мне надо выбрать какую-нибудь хорошую ресурсную плитку. Обращаю внимание, 3.600, это вот сейчас у нас идет акция пасхальная. То есть так обычно в 11 уровне плитки 1.800.000 ресурсов, а сейчас 3.600. Вот, и так, 11 уровень, ну, наверное, немножко маловат будет. Так, 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 ищем, 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 ищем. Восьмой, девятый, одиннадцатый, да что ж такое, я не могу пока найти. Не могу пока найти. Восьмой, девятый, восьмой. Вот, двенадцатый уровень, 4.600, отлично. Итак, планирую захватить. Основной мой генерал, я его не люблю кидать в такие вещи. Есть договоренность, что игроки не атакуют плитки, но, и реликвии, но, знаете, всегда есть место, так сказать, идиоту. Вот, поэтому у меня есть, скажем так, простые генералы, которым я там немножко даю даже способность вставляю, например, на дерево. Ну, не на все, конечно, не на все хватает. Вот, и вот, допустим, у меня есть брюд. Я делаю выбор. И сколько там, 4, 800, по-моему, было, да. И начинаю с самых там мелких каких-нибудь собирать. Вот, кстати, если я забыл, допустим, какие, сколько ресурсов в плитке, ничего страшного, я не отчаиваюсь. Вот, я смотрю по времени, да. Вот, по времени есть то, что могут увезти эти войска. Вот, это количество ресурсов, которые они способны взять. У каждого юнита есть такое количество, такой показатель, как поклажа. Ну, допустим, там, 50 единиц может унести копейщик, да. Соответственно, 1000 копейщиков может там унести 50 тысяч, да. Ну, и так далее. Вот, и я вот тяну 4, так, вот, еще. Все. Вот, как только я увидел, что вот эта вот цифра не растет. То есть, 4, 600, да, у нас. Вот. 4, 589, вот эта вот цифра еще растет. 4, 615, все, она вот зафиксировалась. То есть, вот таким вот нехитрым образом можно понять. То есть, чем больше, если я возьму войск больше, чем они могут, чем есть в плитке, ну, они не принесут больше. То есть, вот, 4, 600 и больше они не принесут, сколько бы я ни брал. Вот, с другой стороны, количество войск, оно ограничено размером марша. Если у меня размер марша небольшой, допустим, там было бы 50 тысяч, то я максимально мог бы выходить из марша 50 тысяч. А вот сейчас у меня получается примерно 115 тысяч там с копейками. У меня полностью забирают вот плитку на 4,6 миллиона. Все, отправляем в марш. И вот они отправляются. Так, это вот у нас тут карантин бушует. И вот, вот пошел освик вот такой вот за ресурсами. Вот. Тут мы также смотрим, как он марширует. И давайте сейчас обратим. Если вот мы нажимаем вот сюда, либо сюда, мы попадаем, соответственно, на ту ресурсную плитку, которая, ну, я так их и называю, плитки, вот, которые качают. Итак, окей, хорошо. Вот мы поставили. Теперь, следующая хитрость. Открываем сведения. И мы смотрим скорость сбора. То есть, 188 тысяч в час. Это базовая скорость. И плюс 295, 161 дают различные бусты. Какие это бусты? Это буст, вот, тот самый кристалл, который я показывал. И это буст генерала. Вот сейчас вот Эрнандо Кортес, например, у меня, да. У меня его тоже, большого ума, как только начинал, он мне попался. Я его не придумал ничего лучшего, как заточить тоже в сбор дерева. Вот. Ему вот сюда чудесно стал 20, уровень 4 сборщика древесины, плюс 45%. Еще, еще, как ни странно, у нас на скорость сбора ресурсов влияет политика. Чем выше вот эта вот политика, я там не засекал конкретные цифры, но чем выше вот этот вот показатель у генерала, тем он быстрее собирает ресурсы. Еще, еще, на ресурсы, на сбор ресурсов влияют некоторые вещи, которые мы можем дать генералу. Ну, давайте, допустим, попробуем дать. Железный меч ничего не дает. Так, тут у меня ничего нет, а вот тут, например, сапоги. Тут защита, а вот тут сапоги солидности. Есть, допустим, основные атрибуты. Так, вот что-то, что-то же было. Опыт при нападении. Ну, ребят, внимательно смотрите описание всяких вот вещей, потому что некоторые вещи, они добавляют к скорости сбора определенные вещи. Да, там, допустим, вот у товарища Мунишига плюс 2% скорости сбора древесины. Некоторые наборы также влияют, вот, допустим, вот набор ловкости, да. Вот, два предмета, если мы собрали, то дает плюс 5% к скорости. И, также, еще одна вещь, на которую мало кто обращает внимание. Есть у нас такой расходный материал. Вот, кстати, вот доехали мы, да. Давайте будем следить на примере вот этой вот плитки. Итак, поехали, смотрим сведения. Брюд 188 тысяч в час и 392, да. В сумме это получается примерно, так, калькулятор не буду, 400, 500, 580 тысяч. 580 тысяч, если мы прибавим там и с копейками. Так, допустим, если мы снимем вот эту вот штучку, удалить. Опять смотрим. Сведения. Вот уже меньше, да. То есть, было 300, там, с чем-то, ну, то есть, уменьшилось. То есть, вот таким вот образом мы вот эти вот все вещи регулируем. Мы увеличиваем скорость сбора, да, там, где нам нужно. Вот. Почему я говорю о том, что я предпочитаю сразу поставить несколько одного вида? Да потому что, блин, у нас есть вот этот вот кристалл, который работает только на один вид ресурса. И, соответственно, поэтому, когда мне надо сделать что-то быстрее, я все заряжаю, практически все. У меня 5 маршей, и я все заряжаю на один и тот же ресурс. То есть, таким вот образом мы добавляем рост. И еще одна вещь, еще одна вещь, которая нам нужна. Мы заходим вот в наши предметы. Листаем, 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 листаем. И вот тут вот есть такая вот чудесная штучка, которую можем активировать на 8 часов ускорения сбора ресурса и на 24 часа. Вот, использую ее. Так, и смотрим сведения. То есть, уже у меня 188 плюс 486. Было 390 там с копейками, да. То есть, еще я добавил почти 100 тысяч в час ресурсов благодаря вот активации вот этой вот штуки. Вот, таким вот образом, увеличивая вот эти вот все вещи, можно достаточно неплохо заряжаться ресурсами. Вот. Особенно вот соревнования по сбору ресурсов, которые периодически проходят там один день в неделю. Вот, таким вот образом, ну, пару раз был в топ-10. Не могу сказать, что брал первое место, но один раз, ну, седьмое или восьмое взял, и там второй раз тоже что-то в районе 15-го, но там ночью не мог просыпаться и переставлять, поэтому. Вот. Плюс днем не пятью пользовался, а тремя, двумя еще бегал монстров и гачил. Вот. Вот, кстати, вот 13, да, 13, давайте мы еще отправим сюда. Вот, кстати, еще один интересный генерал, Констанция, она не добавляет скорости, я тут, к сожалению, провтыкал, не повесил ей, хоть это дело, скажем так, поправимое ей при желании, вот. Вот, но у нее есть особый перк, она, вот, сколько бы мы ни собрали, допустим, мы собираем 5 миллионов, и она еще 20% сверху приносит дополнительно, то есть такой вот у нее буст. Вот, ну, давайте выберем Констанцию и отправим, по-моему, 5800 было, да, сейчас проверим. Очень выгодно ходить баллистами, просто у них просто какой-то дикий запас, ну, дикая возможность вытягивать, приносить лесы. Вот, вот, на 8.35 зафиксировалась цифра, 8 часов 35 минут, вот, 5800, подгадываем, без фанатизма, вот так, 5.808, можем, кстати, наоборот сделать немножко, я беру Янычар, вернее, поставленный Янычар, ага. Ну, вот, вот, как-то так. Все, отправляем ее в марш, отправляем ее в марш за сбором ресурсов. Вот, вот, ребят, вот такая вот вещь. Значит, еще пару лайфхаков, да, и таких вот жизненных советов. Главный генерал, при том, что у нас есть договоренность, да, что там не бить, там не трогать ничего, главный генерал, его рекомендую держать, а, поближе, потому что в любой момент там он может понадобиться. И, б, я вот его предпочитаю, допустим, держать в ферме Альянса. Почему? Там я загоняю полностью, полным маршем, там просто какое-то дикое количество ресурсов можно отсюда вытащить. И тут совсем другая скорость выкачки ресурсов из фермы. То есть, ну, у Альянса может быть только один какой-то, одна ресурсная точка, да, это ферма. Это может быть либо ферма, либо лесопилка, либо шахта, либо каменоломня. Тут очень сильно скорость добычи происходит, но при этом, но при этом они не приносят никаких дополнительных всяких плюшек. То есть, если мы вытаскиваем полностью, собираем, ну, либо как повезет, вот, ресурсную плитку, то мы периодически там приносим всякие ништяки, там, какие-то свитки могут быть, там, ну, всякое-всякое-всякое. Там опыт, опыт духовный зверя какого-нибудь, вот, кстати, парашюршали наши, кого-то забрали, ага, рыцаря Боярда скушали, окей. Рыцарь Боярд в фритюре. Вот, вот таким вот образом, вот, очень рекомендую вот такие вот вещи пользоваться. Может быть, кому-то будет полезен этот гайд. Ну, и сразу еще скажу, что в соревновании монархов, когда идет день добычи ресурсов, вот, кстати, никого еще не убил, ну, ладно, общий рейтинг 61 на сервере у меня сейчас. Когда идет этап сбора ресурсов, не засчитываются ресурсы, которые вы приносите из реликвий. Вот только то, что вы собрали вот на поле, да. Да, но засчитываются ресурсы, которые вы там, допустим, могли принести с фермы Альянса. Вот, еще один лайфхак, которым могу поделиться, вот, что сделать, если не угадал и перебрал, там, допустим, зерна, да, вот, особенно с зерном проблема. Отправляйте его излишки на склад Альянса. Вот просто сразу, все, вот сколько можно, отправляем в склад Альянса. Ну, вот у меня, допустим, сейчас хранится тут, сейчас, 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 вот, у меня вот хранится 26 миллионов зерна и полторы миллиона камня. Вот, ну, камень я сюда случайно закинул, а вот зерно, да. Вот, вот, отсюда нельзя разграбить, то есть, ресурсы, которые на складе, они не грабятся. Также нельзя выбить генерала, который находится на ферме или, ну, в другой точке добычи Альянса. Вот, ну, сори, опять затянул, ну, вроде бы, как, более-менее рассказал, да, давайте проверим, тут у меня конспект, значит, черный рынок сказал, ящики с монстров сказал, подарки за убийство монстров с Альянсиком сказал, донат однозначно, реликвии, да, ресурсные точки. Да, и еще одна вещь, конечно же, ресурсы можно грабить у других игроков, если игрок стоит без щита, то его можно ударить и теоретически забрать все, что у него находится. Но, как бы, если вы это умеете делать, то вам, конечно, вот этот вот мой гайд, он, как бы, уже не нужен. Да, еще есть одна вещь, вот, я уже сказал, да, напоследок, я уже сказал о том, что помогает собирать ресурсы, там, различные кристаллы, да, различные свойства и параметры политика генералов, различный обвес, также, давайте закладки посмотрим, также еще помогают некоторые города. Вот, допустим, подчиненный город, который называется подчиненный город цивилизации Кореи, он дает вместимость склада и дает дополнительные ресурсы от сбора, причем, чем выше качество вот этого вот города, тем выше плюшки он дает. Вот, допустим, посмотрим закладки, вот есть особый город легендарный, вот, ну, он там дает скорость при производстве ресурсов главного города, там, и еще чего-то, то есть, чем выше уровень вот этого города, тем выше плюшки. Вот, но конкретно на ресурсы Китай, вот этот вот город Китай, да, он помогает производить ресурсы в городе, вот именно вот эти вот, о которых идет речь, вот, предграде вот это, вот. И тот, который я показывал перед этим, город, который принадлежит к цивилизации Корея, он дает буст, вот, дополнительные ресурсы после того, как ты собрал, допустим, миллион собрал, еще 3%, там, это сколько, 30 тысяч, ты принес дополнительно за счет этого города. Если это будет необычный подчиненный, там, выше качество, соответственно, вот этот вот процент будет расти. Все, ребят, на этом буду закругляться, по-моему, достаточно полный, скажем так, гайд получился, надеюсь, вам понравилось, если будут вопросы, пожелания, задавайте, постараюсь ответить. Всем хорошего настроения и удачной, хорошей игры. Пока-пока.